99%. А в некоторых классах, я проводил, ты редче тогда спрашивал, 100%. Уже 100% старшеклассников нигде не сказал, что он звездный образ жизни видел. Такое тоже часто встречается. Но всё-таки иногда попадаются люди, поэтому 99%. Так для чего стоит она эта теория? Понятно? Вот что такое теория культурного умеренного питья. Она абсолютно бессильна против пьянства и алкоголизма. Ничего не может она с алкоголиками сделать. Но она буквально уничтожает под корень естественную природную трезвость среди детей и подростков. Почему он так легко справляется с детской трезвостью? Да потому что детская трезвость исходит не из убеждений я, а от того, что вот они ещё маленькие, они ещё не пьют. Убеждений-то нет. И не пьющим детям внедряется теория культурного умеренного питья, и они начинают рано или поздно пить. Кто в пятом, кто в восторг, кто в десятом. Это не имеет значения. Алкогольный мальчик. Главное, чтобы вы начали пить. Чтобы выпили первую рюмку. А дальше само пойдёт праздник. То день рождения, то Новый год. То выпуску ноль баллов. Так вот. Никогда дети становятся пьющими, когда они выпили первую в своей жизни рюмку. Оказывается, программирование идёт с детства. Гораздо раньше, как программирование несмышлённых трезвых детей на употребление алкоголя. Я приведу пример. Однажды в одном детском саду в группе 4-летних детей собрирование решили провести эксперимент. Согласие воспитатели. Детишкам предложили сыграть праздник. Ещё взрослые отошли, не помогали, не подсказывали. Оказывается, помогать подсказывать не надо было. Тут же мальчики сдвинулись столы в один ряд. Девочки шутка с пультики расставили. А потом, обратите внимание, в центр каждого стула поставили кедры. В руках каждого стульчика по кубику. Все чинно расселись. И тут во главе стола сам собой образовался тамада, который, отставив локоток, произнёс литиеватый тост. Все дружно из кубика выкрыли. Второй тост. А третий тост традиционно за наших прекрасных дам, сказал тамада. Мужчины пьют стоя. Мальчики все сразу вскочили. Ну не первый раз, господи. После четвёртой и пятой рюмки мальчики почему-то стали качаться и падать со стульчиком на пол. А девочки их брали за руки за руки и заботливо оттаскивали на диванчики. Ну всё. Четыре года воспитание уже закончено. Педагоги говорят, воспитание вообще заканчивается к пяти годам, а дальше уже начинается перевоспитание. Четыре года ребят дети уже знают. Они ещё не нюхали спиртного. Они прекрасно знают, как надо по-взрослому отмечать праздник. Это ещё задолго до школы. Не задолго до того, как первую руку попробуют. Да и не в четыре года. А гораздо раньше это начинается. И можно сказать, что у нас в стране прекрасно налажена система антитрезвого воспитания детей. И это антитрезвое воспитание начинается буквально с первого дня появления ребёнка на свет. Я не мутирую. Представим ситуацию. Счастливую мамашу с ребёночком из роддома привезли домой. Счастливый папаша берёт этот свёрточек, улюблюкает, умиляется, целует и дышит на нём очень. Ну естественно, он уже три дня отмечает эта радость. У ребёнка сознание в это время ещё спит. Сознание спит. Но подсознание это во всём работает. Он всё чувствует, он всё ощущает. И вот в подсознание у ребёнка начинает закладываться новая связь. Какая? Ему хорошо, его любят и сопровождается это винным запахом. Значит, вино это хорошо. Вот так начинается антикрезвое воспитание наших людей, детей. Или возьмём чуть попозже. Ребёночку года два. Первый сознательный новогодний праздник. Ох, да детей-то какое событие. Ёлочку привезли, игрушки развесили. Гостьки нарядные шабрали. Весь хрусталь с этого ассерванта на стол выставили. В центре торт установили. Ребёнок ходит, облизывается, что я не зашёл. Когда же он этот торт задумал? А тут гости расселись и в самый ответственный момент застают из холодильника какую-то красивую-красивую бутылку. И не то, что там вот это пластиковое, что газировка. А такая тёмно-зелёная. Здесь серебряная фольга, её горло что украшает. Здесь золотые нитали в обравлении виноградных гроздей. И дают самому опытному человеку, дяде Коле. Когда Коле берёт и с важным видом начинает какую-то проволочку осторожно, осторожно откручивать. А гости аж смех, представлял ребёнка, вот как он сейчас будет, он же не знает, первый раз. И тут пробка как, да, по дороге, все закричали, ура, бокалы длинные. Ребёнок закрадуется большим сердцем. Впечатления на всю оставшуюся жизнь. Какие? Вино – это праздник. Вино – это когда все поют пляжу. Это день, когда ребёночку апельсин, мандарины, шоколадки, хоть сколько, без всяких ограничений. Вино – это символ радости, праздника. И когда торт есть, сможешь, ешь, сколько сможешь. Никто не остановит. Это впечатление на всю оставшуюся жизнь. Положительное отношение к алкоголю. Пойдём возьмём попозже. Подростка, подросток, скажем, подросткового возраста, ребёнок первый раз пошёл на дискотеку. Ой, первый-то раз как интересно. На, первый раз. Всё первый раз интересно. Ну, как-то и выезд Наташи Ростовой на бал, да? Пришёл на дискотеку, а там что творится? Свет бегает, этот шар зеркальный крутится с зайчиками. Дискотек какую-то чушь несёт. Ну, ладно, всё-всё-всё, 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 всё-всё-всё нормально. Вот такие колонки стоят. И колонок децибелы по ушам бьют, как отлично. И начинают ребёнок вместе со всех прыгать. Все с удовольствием прыгают, танцуют. Ну, надо куда-то горожанину энергию-то девать. Особенно, если огорода нет. И все прыгают. А в это время децибелы по ушам, ну, например, какую-нибудь песню. Ну, например, знаете Андрея Макалевича? Знаете, вот по ушам. Я пью до дна за тех, кто в море. Ну, как за тех, кто в море, не выдите. Тяжело там, ведь, ну ладно. Ну, графики, а пью до дна за тех, кто в море. Пришёл ребёночек домой, сел уроки учить, чтоб не скучно было. Потихонечку радио включил. А по радио какой-нибудь певец, ну, например, для любимых всех женщин от пяти до девяносто пяти, обаятельный Седой, Вахтанг, Кихобидзе, Своим приятным бархатным балетоном, Я хочу, чтобы песни звучали. А дальше? Чтоб леном наполнялся бокал. Красиво? Красиво. Как ребёночек, выросший в таких условиях, может рано или поздно не начать пить? Вот молодые люди, любите музыку, часто ходите на танце, знаете массу песен, больше, чем я, много, десятки, сотни песен знаете, пожалуйста, вот вам вопрос. Назовите мне песню, хотя бы одну, две, три, где есть слово трезвость, и эта трезвость, как в песне, воспевается. Пожалуйста. Я не знаю, нет таких песен. С телевидением, по крайней мере, они не звучат. А узнаете ли вы песни, где есть что-то перешвёт? О дне, о бокале луна, о сигарете. Если подумать. Есть, есть, есть. Каждый из вас посидит там. Их тысячи бесит, воспевающий алкоголь, товар. Тысячи. А про трезвость ничего нет. А где же этот самый демократический плюрализм? Про трезвость ноль, а про вино, пожалуйста, десятки. Вот я даже могу сейчас по годам, скажем так, по десятилетиям несколько песен припомнить для примера. Скажем, еще возьмем тридцатые годы. Но я не такой старый, тридцатые годы не помню, но песни знаю. Скажем, такая была песня. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Вот так, попробуй. Это Сталина не выйти. А тем более за Родину, да бог любят. Или к каждому празднику новогоднего выходила какая-то оперная дива, вот с таким бюстом. Исполнял новогоднюю песню. За здравную чашу до края нальем. Ну как же, за здравную чашу до не до края. Супиня, к ледрами. И вот уже полвека, больше полвека, 70, все романтики и туристы поют знаменитую туристскую романтическую песню про Бригантину. Как там Бригантина поднимает паруса. Слышали? Был кто-то из вас походу? И там есть такой пример. На прощанье поднимай бокалы золотого керкова вина. Ох, как красиво золотого, да еще керкова, брех отказывается. Или возьмем, перейдем в сороковые годы. Скажем, едут казаки из Берлина, сорок пятый год. Эх, встречай, погребче обнимай, чашку хминуй, вполне наливай. Ну как же, не чашку, когда... Субтитры сделал DimaTorzok